В памяти о трудовом подвиге ульяновцев в годы Великой Отечественной войны в конце прошлого года на площади перед железнодорожным вокзалом был установлен мемориальный комплекс со стеллой. Архивные фотографии на стеле и пилонах отражают реалии жизни жителей региона в военное время. Накануне памятной даты сотрудники архива напомнили, какой ценой добывалась победа в тылу. Каждая эта фотография – отдельный эпизод. Вот, например, на стеле размещены два изображения. Первое изображение – это участник народного ополчения. К августу 1941 года общая численность частей народного ополчения на территории Ульяновской области достигала почти 500 тысяч человек. Несколько фотоснимков показывают трудовые военные будни на Ульяновском заводе малолитражных двигателей. Он образовался из автомобильного завода имени Сталина, эвакуированного из Москвы. Значит, это литейная группа бедного завода Ульяновского, также малолитражных двигателей. Если внимательно смотреться, это молодые парни, которым далеко даже нет 16 лет. Это выпускники школ ФЗО, это трудовые резервы, которые были созданы в 1940 году. И вот, собственно, эти ребята и отливали малолитражные двигатели. Акварель Владислава Марковникова, который пришел на завод на место ушедшего на фронт брата, имеет историческую ценность. Автор в деталях показал, как трудились подростки у станков, добавив себе роста при помощи деревянных ящиков. Кто-то спал прямо на полу у станка, подложив ватник под голову. Учитывая то, что город был достаточно густо населен, и приходилось вот этим вот маленьким рабочим ходить за несколько десятков километров, и зачастую не имея теплой одежды и обуви, они оставались ночевать прямо в цеху. Это было запрещено законом, но, скажем так, никто это не соблюдал, потому что просто ребенок мог замерзнуть. Мемориальный комплекс немыслим без портрета митрополита Сергия. В начале войны место блюстителя патриаршего престола. Он прибыл в Ульяновск 19 октября 1941 года вместе с московским патриархатом. С того момента наш город почти два года был центром духовной жизни православных христиан страны. Насколько в тот период потеплело отношение государственной власти к церкви, тоже отражают архивные документы. И в Ульяновской правде печатались телеграммы местоблюстителя на имя Иосифа Иссарионовича Сталина с перечислением того количества средств, которые были собраны в фонд обороны. Печатались ответные телеграммы Иосифа Иссарионовича Сталина, Сергию. И это было вполне нормально, к этому относились спокойно. По словам архивиста, Ульяновск в историю Великой Отечественной войны вошел под неофициальным наименованием кузница офицерских кадров. Более 12 тысяч офицеров подготовили два танковых училища, пехотное и училище связи. Поэтому не случайно на пилоне размещена фотография с курсантами-связистами. В начальный период войны это единственное в Советском Союзе училище, которое готовило кадры связистов. Сюда же в 1942 году к ней присоединили и школу военных шифровальщиков. И, в общем-то, училище на протяжении всей Великой Отечественной войны готовило кадры офицеров. Два офицера моряка на фото – это иллюстрированный образ эвакуации в Ульяновск центральных органов государственного управления. Самым крупным был наркомат военно-морского флота Советского Союза. Большинство операций, которые прорабатывали военно-морском флоте, они осуществлялись здесь. Сюда же наркомат военно-морского флота перевез и знаменитый музей военно-морского флота. Но и также есть один уникальный факт о том, что сюда же была перевезена и военно-морская библиотека, которая разместилась на тот момент в здании горсовета. Для завершенности образа города трудовой доблести в комплексе со стеллой и пилонами были оформлены две трамвайные остановки. Исторические фотографии показывают факты основных достижений. Известно, что в нашем регионе были изготовлены каждая четвертая шинель, каждый третий патрон. В документах архива зафиксированы и менее известные факты. Это почти 100 тысяч парашютов, которые были задействованы во всех десантных операциях, в осветительных мероприятиях на фронте. Это создание более 5000 прицелов для минометов. Это создание авиационных приборов. Опираясь на документальные факты, сегодня мы можем утверждать, что Ульяновская область в годы войны была важнейшей шестеренкой всего механизма, без которой победа в Великой Отечественной войне могла бы состояться, но намного позже и более дорогой ценой. Ирина Антонова, Даниил Сурков, Уллправда ТВ.